Всем привет! Я опять с палочками, но теперь уже в другом месте. У меня маршрут меняется, я уже иду. Знаете, вот посмотрите, какие поля. Это сено скошенное, представляете? Такой аромат вообще обалденный. Я с детства помню аромат сена. Сейчас мы с вами пойдем мимо деревушки, и вы посмотрите, какие тут деревни. Она, в принципе, эта деревушка примыкает к нашему городу. В принципе, считается, что... Нет, но называется. Это отдельно имеет название. Эта деревушка имеет название Хабберсбронн и состоит как отдельное, не как наш город, как отдельное государство. Видите, люди ездят. Вот такие вот... Мы уже идем. Вот такие вот дома. Не знаю, видно, там не видно. Снимаюсь на фоне. Сейчас будем так идти. В принципе, что-нибудь видно будет. Футболка. Болельщика. Чемпионат Европы по футболу. Но я слабый болельщик. Пассивный, будем так говорить. Ну что, если интересные какие-то... Вот был матч, где забивались пенальти. Я смотрела. Ну, наверное, любители футбола помнят этот матч, который проходил между Германией и Италией. Драматичный, на мой взгляд, матч, который до самой последней секунды непонятно было, кто вообще выиграет. И только по пенальти победили немцы. Так вот, я хочу сказать, что мне... Ну, я не любительница, не болельщица. Мне это обошлось практически бессонной ночью. Потому что до двух часов ночи, после того, как немцам выиграли, там стоял такой гудеж и столько фейерверков взрывалось вокруг. То есть здесь такое существует, что как только побеждают, сразу же садятся на машины, если Германия побеждает, и начинает крутиться вокруг города и гудеть, гудеть, гудеть. Все машины, поддерживая свою команду таким образом. Вот посмотрите, какие деревья, дома шикарные. Где-то сейчас я так пониже сделаю, чтобы было видно и меня, и дома. Так, вроде бы специально снимать не будешь, а так вот. Обычные лунки, тросы цветут. Сейчас я на пол-воз. Видите, там розы какие цветут. Вот такие вот домишки. О, а тут какой цветник красивый сзади у меня. По-моему, кроме меня ничего не видно. Что ж это такое-то? Меня все местные жители собращают внимание. Как на больную мне, что скажут, я не знаю, зачем я это все снимаю. У них тут таких не было. Тихо. Снова брат. Алло. Тут целая толпа, мне осталось спрашивать, что я делаю. Им пришлось ответить, что я снимаю видео. Я текстуру. Да. А я у тебя байли? Да. Да, да, да. Слышишь? Да. Интересно, что я делаю. Какие любопытные мамочки мои родные. Тут, как мне сказали, даже смотрят. У всех, говорит, немцев есть. У всех порядочных немцев есть. Бинокли. Они смотрят за своими соседями. Это, конечно, я надеюсь, шутка. Но вот в деревнях такие люди бдительные. Что это такое у вас? Не палки? А что вы делаете? Для чего? Мелкие палки? Вообще. Мимо не пройдешь. А вот это, посмотрите, это госхаус. Ну, как бы гостиница моя. Сейчас. В общем, ужас. Еще один остановился. Будет смотреть, что я делаю. Ох, какие любопытные. Стрелять сейчас буду с этой палкой. Посмотрите, это же такая деревушка. Вот сейчас я сам буду заниматься. Неужели вот люди в деревне не знают, что можно на камеру? Ну, что это такое? Что такое селфи? Не знаю. Эх, ребята. Я, конечно, понимаю, но это не такой же вот отсталок совсем. Я хоть так и говорю, но на самом деле я, в принципе, очень рада этой бдительности. Потому что люди только за счет бдительности своей и живут спокойно при нынешней ситуации. Они смотрят новые, видят, что я здесь не проживаю, это сразу видно. И они поэтому так как бы, а что это у меня на палке? Если бы у меня была какая-нибудь маленькая или телефончик, или маленькая камера типа GoPro, а у меня большая камера, да еще и с откидным экранчиком. Представьте себе такое сооружение. Естественно, на палке несу, сама с собой разговариваю. Не с дурдом или я вообще сбежала. Конечно, у людей создается такое впечатление, непонятно что и непонятно кто. И правильно они делают, что они спрашивают об этом. Потому что хуже было бы, если бы они были равнодушны, кто я и что. Может, я иду что-нибудь взрывать им. А сейчас тоже остановится. Что это я делаю? И будет в полицию сообщать, что я с палкой иду в сэн. А вот посмотрите, ребята. Сейчас вам покажу. Трактор сейчас едет. А вот, пожалуйста, маленькая деревня, но туалет при этом для собачек есть. То есть ты выгуливаешь свою собачку, берешь мешочек, вкладываешь туда все добро и выбрасываешь. А вот так выглядят детские площадки. Они все в основном сделаны из натурального дерева. Не важно даже деревня это или город. Но в данном случае вот такой деревни есть такая вот площадка, где дети могут лазить, прыгать, бегать и всю энергию свою расходовать именно в спортивных целях. Там дальше стоит теннисный стол, где можно поиграть, настольный теннис. За теннисным столом поле искусственное, футбольное. Следующее за этим искусственным натуральное поле с настоящей травой, футбольное. Там все время занимаются от мала до велика. Дальше идут теннисные корты. Родители могут посидеть, как вы видите, деревянное сделано, опять-таки не крашеное, просто из дерева, столы и лавки. Они могут посидеть, подождать своих деток, пока детки тут набегаются, напрыгаются, нарезвятся. Вот в деревнях вот такие вот, да и не только в деревнях. Это в принципе к тому, что даже в любой деревне это есть. Пока я бродила так вот вдоль полей лесов, по дорожке и вдыхала аромат скошенной травы, и в то же время созерцала поля всевозможной ржи, пшеницы, там я не знаю, овса, чего угодно, там все посажено. Наблюдала красивую картину пасущихся коней и так далее. Мне вспомнилось, как на днях муж меня рассмешил. Мы с ним разговорились, там речь зашла о кошках и мышах, и он мне сказал, что те мышки, которые кушают в зернах, очень такие вот насыщенные, наевшиеся, не те, которые голодные бегают по лесам, а именно вот наевшиеся зернами, они очень вкусные и сладкие. Он имел в виду для котов. На что я ему, мне смешно стало, говорю, откуда ты-то знаешь с таким знанием? Он мне, они же такие вкусные, такие сладкие. Говорю, ты-то откуда можешь знать, что мыши эти вкусные и сладкие? На что он мне сказал, что это он читал, и это утверждают ученые. Мне еще смешнее стало. Откуда ученые знают, насколько сладкие мыши? Ой, ребята, у меня остановочка. Присела отдохнуть. У меня, правда, тут какие-то мошки едят. Не знаю, или мошки, или ручки-паучки какие-то. Все кусают. Я не знаю, сколько меня хватит. Присела отдохнуть и с вами поболтать. Хохмо вам рассказать. Я сегодня так смеялась не передать. Иду я сегодня в центре города и прохожу мимо магазина Чиба. Аромат стоит необыкновенный. Аромат такого молотого кофе. Там еще пьют его. Кто хочет заказывать, там кафешка. Помимо того, что ты можешь купить, ты еще и можешь и любить. Сейчас мне не дадут говорить. Сейчас едут. Кто-то едет. Но если я потом прервусь, я потом продолжу. Итак, иду я. И такой аромат, ребята! Такой аромат кофе! Все, у меня вот тут вот подступило. Думаю, не могу пройти. Хотя у нас дома кафе-машина. Но я вообще не часто пью кофе из-за давления. Стараюсь как можно меньше. А тут не выдержала. Думаю, ну куплю. Потому что иногда хочется настоящий кофе сварить в Турке. Бывает такое. Кто такой? Фу! На нос садится. Видите, едут и смотрят. Ну, езжай уже. Голову свернул. Вот. Ну, что же это такое? Ну, никуда не уединиться. Теперь оттуда едут. Не до рассказать вам. Сейчас уже надеюсь, что проедет кто-нибудь. Не буду... Потому что если они видят вот так одиноко сидящую женщину, которая сама с собой разговаривает, еще с какой-то такой палкой, знаете, если бы я еще телефон держала, это куда не шло? Они не понимают, что это камера. Они думают, что это я с оружием в кого-то стреляю. А вот и думают, что я больная на голову или террористка. Короче говоря, ребята, захожу я в этот магазин «Чиба». Стоит там женщина-продавщица. Ну, примерно на ВИТОК лет сорока. Около того. И я хочу... Я выбираю кофе. Самый такой, какой мне хочется. И говорю ей, что взвесьте мне, пожалуйста, 300 грамм кофе. Кофе стоит 7,90 полкило. 7,99, как они любят, вот без одного цента. Ставят ценничек. 7,99 полкило. Значит, это где-то 16 без 2 центов. 16 за килограмм. Она на меня так смотрит, хлопает глазками и говорит, что я вам... Я не знаю, сколько это стоит. Я говорю, ну как? Ну, вы же можете, говорю, узнать, сколько стоит 100 грамм. Я говорю, да не надо, говорю, считать эти центы, там, 7,99. Считайте 8 центов за полкило, значит, узнаете, сколько стоит 300 грамм. Она опять на меня смотрит, ничего не понимает, и я вижу, что она мучается, замучилась уже, считавши, и что ей вообще делать, не знает. Я ей говорю, вернее, она мне говорит, возьмите 250. Я говорю, ну а почему вам 300-то не взвесить? Я не понимаю. Не посчитать. Нет, взвесить-то она может, а почему-то посчитать она не может. У нее весы вот для кофе есть, перемолоть она мне его может, смолоть, а вот посчитать, сколько это будет стоить 300 грамм, она не может. Я ей объясняю, говорю, ну вы сосчитайте, сколько стоит 100 грамм. Она говорит, а как я сосчитаю, сколько стоит 100 грамм? Я говорю, ну вот смотрите, у вас полкило стоит, будем считать 8 евро, и еще полкило, 8 евро, это 16 евро. Мы центы, говорю, не считаем с вами 16 евро за килограмм. Значит, 100 грамм, это будет стоить, сколько? евро 60 также подумайте евро 60 умножайте на 300 грамм и все она опять на меня смотрит я не могу это сделать одну как на 3 вы 16 умножить можете это 480 4 евро 80 центов будет 300 грамм кофе она опять хлопает глазками ничего не понимает не могу берите 250 грамм в общем мы с ней так муч мучились долго-долго я в результате конечно не поняла почему она работает продавщицей вообще здесь же аузбильтонки получают прежде чем ну как бы учиться этому этой профессии долго так просто ты туда не не попадешь какое-то образование в конце концов нужно иметь не не просто с школу закончила пошел стал продавцом нет 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 заканчиваешь на продавца как раз курсы там или школу в общем в результате ребят я смеялась там долго-долго конечно я взяла 250 грамм она мне смолола аромат обалденный я была счастлива но я так и не поняла почему они не умеют считать вот нас учили в школе ребята мы умеем считать уме вот я например подхожу мне взвешивают я в уме раньше сочетаю чем она там на калькуляторе там вот я имею ввиду в россии было на калькуляторе где-нибудь там считает или вот сейчас везде и всюду есть такие сразу весы где стоит уже ты ценник просто ставишь он тебя автоматом считает почему здесь нету я не знаю сейчас дядечка бежит собачкой поэтому я выключаюсь до новых встреч а то опять будут вопросы почему это с чем я тут сижу и как вы думаете почему она меня уговаривала взять 250 грамм потому что у них расфасовки только по полкило и она умела разделить на 2 то есть если она берет полкило если я беру вернее полкило то она берет вот это вот 8 евро за полкило делит напополам не получается 4 евро все что она могла то есть умела только делить на 2 продавщицы вот ребятки ну вот наша с вами реальной не для меня виртуальная для вас прогулка с палками подошла к концу я надеюсь что вам понравилось прогулялись вместе со мной с удовольствием реально не вдохнули но виртуально вдохнули запахи и ароматы цветов и луговых трав и скошенной травы свежескошенной травы полюбовались ландшафтом германии и буду ждать ваших отзывов с удовольствием ребята вы извините если я вдруг кому-то не успеваю отвечать но это меня просто не хватает времени это не значит что я не читаю или что я возможно сделаю видео в котором отвечу на ваши какие то есть такие смешные комментарии что я их не могу против без внимания оставить поэтому я их обязательно прочту это будет отдельное видео обещаю вам пишите пожалуйста комментарии ставьте лайки и так далее как я обычно говорю если вы не подписаны еще то подписывайтесь и до новых встреч и новых видео на моем канале всем до свидания а а а а а а а а а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова